Ну а перед началом видео хотел бы тебе порекомендовать сервер в Гаррис моде, по нашему любимому Star Wars RP. Добро пожаловать на Starfront, быстрая загрузка контента, оптимизация сервера на сотню игроков. Действительно настоящий ролеплей, где его соблюдают и отыгрывают, а не непонятно что. На этом сервере вы сами строите игровой процесс. Ссылочка в описании, заходи обязательно, не пожалеешь. Дорогие зрители, всем привет и добро пожаловать на новое видео. Видео по теме, как поиграть в Half-Life в браузере, набрало достаточно большое количество просмотров, так что сами понимаете, это видео я просто не мог не заснять. Итак, сегодня я покажу вам, как поиграть в Counter-Strike 1.6 в своём браузере. И кстати, перед тем, как начать видео, хотелось бы ещё узнать, стоит ли делать подобные ролики только уже по каким-то другим игрушкам, но тоже знаменитым? Обязательно пишите в комментариях, а мы начинаем. Поехали! Для начала небольшая информация по браузерному порту CS 1.6. Как и в случае с Half-Life в браузере, этот порт сделан на движке XH3D, так что можно сказать, что это практически полноценная игра, а не какой-нибудь там клон или что-то типа того. Также хотелось бы сказать, что лучше всё это дело запускать либо в Хроме, либо в Хрониуме, потому что на этих двух браузерах игра идёт лучше всего. Ну давайте уже перейдём к игре. Для начала нужно зайти на такой вот сайт, адрес прямо перед вами. После захода перед нами открывается вот такое окошко. Что же мы тут видим? Давайте рассматривать. Первым делом мы встречаем список серверов. Чуть левее у нас менюшка, там настройки и так далее, и чуть правее чат. Хм, интересно. С первого взгляда можно подумать, что это какой-то вонючий дешёвский клон, но нет, нифига. Начнём, пожалуй, с меню. Серверы, настройки. В настройках у нас ничего такого интересного нету. Можно прописать свой ник, настроить чувствительность мыши, выбрать разрешение экрана и, пожалуй, всё. Далее можно посмотреть на управление, которое переназначить здесь нельзя. Ну и давайте уже приконнектимся куда-нибудь, что ли, господи. Итак, выбираем сервер. Какой-то там классик, DDoS 2 и... Ах, загрузка. Ну, как же без этого? Не волнуемся, загрузка пройдёт очень быстро, потому что это не какой-нибудь там Гаррис Мод в браузере, верно? Так, и... Чё, бля? Короче, непонятно, почему меня кикнуло. Решил зайти на другой сервак с картой Assault. Выбираем команду. И вот она, практически полноценная Contra 1.6, прямо перед вами. Буквально сразу же бросается в глаза изменённый интерфейс, который практически идентичен тому, что мы видели в CSGO. Ну, в принципе, сами можете сравнить. Ну и на всякий случай, для тех, кто не помнит, ставлю интерфейс из CS 1.6. Ну, то бишь, оригинальный, да? Как говорится, изменения налицо. Далее мы можем лицезреть упрощённое меню закупки. Ну и менюшечка, где вы можете, соответственно, посмотреть свой счёт. Что касается геймплея, стабильности и вообще того, как всё это играется, мы будем сравнивать с тем же самым Half-Life в браузере, который я тоже снимал. Если вкратце рассказать, как всё это работало, то это был капец какой кошмар. Там постоянно были всякие баги, фризы, лаги и всё в этом роде. Это был на самом деле просто сущий кошмар. Играть в этот самый Half-Life в браузере и получать хоть какое-то удовольствие просто нереально. Да, конечно, там был мультиплеер, который был чуть постабильнее, но, опять же, чуть-чуть. Ключевое слово. Что касается уже Counter-Strike 1.6 в браузере, то это просто невероятно. Всё работает, ну, просто идеально. Никаких фризов, лагов, багов. Ничего этого нету. Ничего не зависает. По FPS я ничего не скажу, потому что я точно не смотрел, какой он здесь вообще, но более-менее терпимый. Даже не то, что терпимый, а играбельный. Да, безусловно, конечно, полноценная версия. Намного плавнее работает, намного лучше и так далее. Но, ребят, давайте будем честны, да? Надо помнить то, что пока всё это всего лишь тестируется, и всё это, понятное дело, будет дорабатываться. Так что через какое-то время всё это будет работать ещё лучше. И это, конечно, не может не радовать. Пока единственная проблема, которую я могу отметить, это какие-то проблемы со звуком. Да, он здесь тоже такой пердящий достаточно, но в целом это тоже не так критично, как в том же самом Half-Life. В браузере там всё намного хуже, а здесь всё более-менее терпимо и, опять же, играбельно. Вторая проблема, это невозможно поменять управление под себя, там, переназначить какие-нибудь клавиши и так далее. Единственное, что здесь есть, это чувствительность мыши. Всё. Вот, ну, может быть, или как-то можно, но лично я не нашёл, как это сделать, так что если кто знает, как там поменять управление, то напишите в комментариях. Ну и третья проблема, это тебя постоянно кикают. Вот реально, заходишь ты на какой-нибудь сервак, вообще абсолютно любой, тебя тут же сразу кикают. Почему? За что? Непонятно, но кикают. И причём, что самое удивительное, допустим, ты зашёл на один сервер, да, там тебя кикнули, заходишь на другой сервак, там то же самое, тебя тут же, опять же, сразу кикают. Кикает это, скорее всего, не администратор, а сам сервер или что-то типа того, это какой-то баг по-любому. Потому что была такая ситуация, когда я три раза подряд заходил на разные сервера, и три раза подряд меня кикало. Но в остальном, в принципе, всё чётко. Что касается онлайна, здесь с этим всё очень хорошо, людей играет в это чудо очень-очень много, достаточно часто можно встретить полностью заполненные сервера, ну и так далее, в общем-то. Кстати, насчёт серверов, есть одна прикольная фишка, и вот она в чём заключается. В менюшке у нас есть такой пункт, который именуется как Go. Как только вы поставите галочку напротив этого пункта, вместо обычных серверов вам начнут попадаться сервера с картами из CS GO. Интересно, на самом деле звучит, согласен. Давайте посмотрим. Вот, к примеру, перед вами карта Кэш. Смотрится это всё практически один в один. Ну и, пожалуй, посмотрим ещё на несколько разных карт. Так сказать, сравним, что мы видели в CS GO, и что мы видим здесь. Так, ну что, друзья, вот перед нами великолепный и самый лучший DAS 2, так сказать. Поехали, закупаемся, закупаемся. Куплю по 90, как... Да, просто так, короче, куплю что-нибудь, я не знаю. В принципе, я думаю, что можно назвать всё это полностью играбельным, потому что каких-то особенных проблем я здесь не вижу. Вот, пожалуйста, уже, уже воюем, уже убиваем. Один фражик есть. Сейчас будет второй. Опа, опа. Всё, ещё один хэшотик навесили. Ещё какой-то бомж выбежал. Как, господи, дядя, иди домой, гуляй. Ты шо тут делаешь? Бам-бам-бам-бам-бам. Всё, всех-всех развалю. Дорогие, друзья, ну сами, в принципе, видите, то, что, в принципе, в это можно играть, даже, можно сказать, нужно, потому что здесь никаких таких проблем, багов, флагов я не вижу. Есть, конечно, какие-то проблемы со звуком, но, в принципе, это можно перетерпеть, как озон. Ну, что тут можно ещё сказать, я, честно говоря, не знаю. Разве что здесь есть сервера с разными режимами игры, по типу там Gun Game, Classica, Hide and Seek, ну и так далее, в общем. Ну и поскольку говорить больше нечего, тогда предлагаю этот видос потихонечку заканчивать. Надеюсь, это видео вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и обязательно нажмите на колокольчик, потому что YouTube, ну, очень криво оповещает о новых видео, стримах, а так вы будете самыми первыми, кто будет об этом всём узнавать. Ну, в общем, давайте, ребята, всем пока удачи, увидимся в следующих видео. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова